Кировский район, деревня Столпище. Местные жители обеспокоены. Здесь уже несколько месяцев вырубают их лес. Уничтожают природу. За границей берегут, а наши продают. Раньше хороший здесь был лес, много грибов было. А сейчас вырубили и все. Конечно, жалко, ну что тут говорить. Жалко леса. Специалисты поясняют, 12 гектаров здесь вырубили не просто так. Из-за сильной засухи второй год подряд в лесах области лютуют жук-караед-типограф. Самый опасный враг еловых насаждений. Причем интересуют его отнюдь не молодые деревья, а те, которым как минимум полвека. В апреле он вылетает, заселяет здоровые насаждения, повреждает их, заселяет. Получается, там идет развитие под корой. Потом он вылетает в июне, и сейчас уже начинается второе поколение, опять же идет заселение. Через 2-3 недели после такого заселения ель начинает усыхать и погибает. Бороться с этой напастью сегодня можно лишь вырубкой. В противном случае могут пострадать не только деревья, но и люди. Корневая система у ели, она в основном здесь поверхностная. И при большом порыве ветра, конечно, могут быть и буреломы, ветровалы. Дерево неустойчивое, сухостойное, конечно. Только в прошлом году из-за короеда в Могилевщине пришлось уничтожить 85% насаждений. В Бобруйске и районе пока цифра не превышает и 1%. Специалисты уверяют, ситуация не критична. Более того, уже осенью на этом месте посадят новый лес. 100% посадка тех насаждений, которые мы вырубаем. И создаем в основном сейчас смешанное насаждение, то есть более устойчивое к болезням. Специалисты продолжат мониторить состояние деревьев и при первом факте заражения рубить на корню. До тех пор, пока не прекратится активность опасных насекомых или не найдется другого действенного способа борьбы с короедом. Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.